Начнем со Слобожанского направления. Пожалуйста, внимание на экран, там слайды, которые наши коллеги подготовили. Враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мараховец, Старица, Двуречная и Новомлынск. Это Харьковская область. С нее начинаем. Далее, друзья, переносимся на Купинское направление. Здесь, как вы видите, от ударов пострадали районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайская, Харьковская область, как уже сказал Саша. Истельмаховка с Мясожаровкой в Луганской области. Если же говорить о Лиманском направлении, враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки. Это Луганская область, а также Торского и Медвежьего в Донецкой области. Бахмутское направление, самое горячее сейчас на всей линии фронта. Там противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Солидара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Азаряновки, Северного и Опытного. Это Донецкая область. Ну и также в Донецкой области находится Авдеевское направление. Там оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи самой Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Маринки и Новомихайловки. Эта вся ситуация сейчас происходит в Донецкой области. Теперь, друзья, перенесемся на Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районы населенных пунктов Ремовка, Новополь, Донецкой области, Гуляйполе, Дорожненко, Гуляйпольское, Орехово и Степное. Это мы уже говорим о Запорожской области. Далее Никополь на Днепропетровщине и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Херсон, Ингулец и Белозерка Херсонской области.